В эти минуты в столице Башкортостана завершается беседа Рустема Хамитова и Сергея Веремеенко. Незадолго до встречи известный по президентской кампании 2003 года бизнесмен и общественный деятель поделился с телеканалом РБКУФА тематикой разговора. Речь пойдет о работе благотворительного фонда «Имен Кала». Напомню, фонд создан в Уфе в конце сентября. Его председатель и учредитель Сергей Веремеенко, глава попечительского совета, мэр города Ирик Елалов. Основная задача благотворительной организации – сохранение и восстановление объектов исторического наследия. Начать решили с завершения строительства мечети Ар-Рахим на проспекте Салавата-Юлаева и Воскресенского храма на улице Комсомольской. Мы уже начинаем работать на Воскресенском соборе. У нас есть дорожная карта. Мы уже провели первое совещание с мэром города. Вместе определили, что надо сейчас сделать в первую очередь. Я думаю, миллиард, полтора-два, конечно, там надо. По минимуму миллиард, но там с учетом того, что... Я еще с методом даже мы не обсчитали, потому что ведь мы говорим и о художественных работах, фреске и так далее. Просто, допустим, побелить его, провести тепло – это не так дорого. Потенциальный круг инвесторов уже определен. Основной объем средств, по словам Веремеенко, вложат его структуры. Также глава благотворительного фонда заявил, приоритетом станут объекты, которые привлекут инвесторов и туристов. В частности, это раскопки УФА-1 и УФА-2. По некоторым данным, в Уфе насчитывается порядка 800 объектов культурно-исторического значения. Однако фонд готов расширить работу по всей республике, о чем и шла речь на встрече с главой Башкортостана. Все подробности смотрите в программе «Взгляд» сразу после выпуска новостей. В студии Сергей Веремеенко и настоятель храма на улице Комсомольской. Не пропустите.